Сегодня у нас в гостях человек, который уверен, что помогать мамам одно из самых важных дел. Знакомьтесь, Вера Сердюк, создатель Центра поддержки семьи и материнства Матуля. Доброе утро! Доброе утро! И в чем чаще всего нуждаются сегодня белорусские женщины? Что их волнует? В чем проблема? Наша организация, она имеет такое мягкое и нежное название Матуля. Исходя из него, мы занимаемся материнством. Мы оказываем поддержку женщине в кризисной ситуации, связанной с материнством. В первую очередь, это ситуация нежеланной, ненужной беременности. У нас работают около восьми психологов. Они производят прием в женских консультациях, есть телефон доверия. И когда женщина оказалась в такой тяжелой ситуации, она беременна, но она не рада этому. Или что-то могло случиться, беременность была желанной, но что-то такое произошло. Вот это как раз наша ситуация. Мы стараемся с женщиной поработать, вывести ее из этого туннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех ее бед – это ребенок. Показать, что вообще у нее есть выходы, есть ресурсы. И часто бывает так, что беременность – это самое светлое пятно в жизни женщины. Это каков алгоритм прощения, где она понимает, что она может к вам обратиться? То есть она приходит в консультацию уже с конкретным желанием избавиться, наверное, от ребенка. Неужели она сама потом позвонит? Каждый врач, который работает с женщиной, каждый гинеколог имеет наши телефоны. Во многих консультациях есть штатные психологи и наши волонтеры. И они могут нам позвонить. И когда врач видит, что особенно в тех случаях, что какие-то внешние факторы мешают женщине сохранять беременность, а она сама хочет, да и врачи, они всегда хотят сохранить беременность. И то право прервать беременность – это такое тяжелое право, которое ложится на женские плечи. Поэтому врачи всегда сами заинтересованы, чтобы помочь женщине и направить ее к нам. Также у нас есть два сайта – Matulia.by и ProLife.by. Тоже там люди черпают информацию. Часто бывает, в поисковик забивают, как сделать аборт, и выходят ссылки на наши сайты. И телефоны доверия. Во многих православных католических приходах тоже есть информация о том, что мы помогаем. Потому что кроме психологической поддержки мы оказываем и вещевую помощь, детскими вещами, кроватками, колясками. Каждый месяц мы отправляем посылки по Белоруссии. Потому что, ну, понятно, в Минске… То есть это не только минские женщины? Нет, да. В Минске женщине гораздо проще найти поддержку профессиональную. У нас есть и городской центр семьи, который оказывает бесплатную помощь. Много женских защитных организаций, таких как «Гендерные перспективы» или «Радислава», которые оказывают женщинам поддержку при домашнем насилии. А вот женщинам на периферии гораздо сложнее, потому что у нее не так много информации. Давайте возьмем, может быть, такой не очень приятный аспект, но все-таки. Вот женщина поговорила с вашим волонтером, отговорили ее на каких-то эмоциях, она поняла, что «хорошо, все, я не буду». Дальше вы отслеживаете судьбы этих женщин? Может быть, ну, и не стоило ей совсем все-таки оставлять эту беременность? Или вот поддержка в чем заключается? Начнем с того, что мы никогда не оперируем словом «отговаривать», потому что вся ответственность, естественно, на маме, на женщине остается. И как за аборт, который она сделает, и понесет физически какие-то последствия психологические, как из-за оставленного ребенка. Поэтому у нас больше работа ресурсная. Психолог, он как коуч, садится с женщиной и разводит. Нежеланная беременность неожиданная, и все остальные проблемы, какие есть у тебя в жизни, взвешивают на весах и смотрят круги ресурсные. То есть вот это немножко расширит сознание женщины и оказаться тем порой единственным человеком, который за нее, за ее материнство и за ее ребенка. Очень часто женщина приходит к такому решению под давлением близкого окружения. Мужа, свекрови, мамы, начальства на работе, потому что часто бывают такие контракты, которые не предполагают беременность. И тогда поговоришь и с нами, сказав, что она действительно хочет продолжать беременность, хочет родить ребенка, она приходит опять в свою среду. И если женщина инфантильна, молодая, мы даже идем порой на то, что сами или с другими организациями, мы можем говорить с родителями, с бабушками, с дедушками, мы берем какую-то социальную опеку над этой женщиной. У нас работают коучи, и действительно часто бывает так, что женщину мы ведем и дальше, и дальше. Приходят, показывают детей благодаря. Тоже интересный момент, да. Часто отзваниваются, рассказывают, что я родила, мне очень приятно, я там благодарна. Даже бывают такие женщины после... Вот у нас было в прошлом году две женщины, которые хотели сделать криминальный аборт на очень поздном сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы, там была целая операция с нашим Минздравом, потому что это запрещенные аборты на поздних сроках. И потом они отзванивались, плакали, говорили, мы не знали, что нас нашло, мы так счастливы, что вы нас поддержали, что вы нам там все разложили по полочкам, помогли. Вот. Но часто женщины хотят отряхнуть этот опыт как небывший, потому что он неприятный. Когда ты видишь, что перед тобой бегает твое любимое чадо, и там бабушки, которые... Да, признаться в том, что ты его не хотела. Да, да. И женщина закрывается от этого опыта, и может даже тебя не узнать на улице, и это правильно. Это не тот опыт, который надо брать с собой дальше. Вот. И многие женщины делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели. Такого не надо делать. Надо это забыть, что ты его не хотела, и любить его, как будто ты его любила с самого момента зачатия. Давайте тогда все-таки подробнее о приютах, да? Каков алгоритм попадания туда? Случилась кризисная ситуация? Что делать? Куда идти? Куда звонить? К кому обращаться? И кто все-таки попадает в первую очередь? Первые наши жилицы попали к нам после звонка неонатолога. Это первый педиатр, который имеет отношение к ребеночку. Врачи из роддомов нам звонят, когда видят, что женщина хорошая, у нее все нормально, с материнскими чувствами. То есть это женщина, которая отказывается от ребенка? Это женщина, которая некуда идти. Вот так сложилось, что ей просто некуда идти после родов. Ну вот так, она потеряла работу, ее бросил молодой человек перед родами, там мужчина. Там Лена Беженко, или женщина Бомж. Вот, разная ситуация. И при том у нее может быть очень сохранный материнский инстинкт, очень такой, очень сильный. Вот. И тогда ее надо просто материально поддержать. Бывает, ну вот так вот, кровом. И в нашем государстве, к сожалению, всего лишь три таких дома, в которых может попасть мама с ребеночком. Вот. Очень много кризисных центров по домашнему насилию. И вот. Но это для одной женщины. Сколько времени может находиться женщина? Самое сложное время – это первые два месяца, когда еще не идут эти выплаты материнские, которые в нашем государстве достаточно хорошие. Женщина около тысячи долларов получает после родов. И каждый месяц у нее такая достаточно хорошая поддержка. Понятно, что ей не хватает на то, чтобы снять квартиру в Минске. Но для того, чтобы прожить, этого достаточно. Вот. И поэтому вот эти первые два месяца, когда мама оформляет документы, когда решает, что ей дальше делать, сидит со специалистом, план своей жизни расписывает. Вот это самый важный период. А дальше уже мы смотрим. Вот. Ну, максимальный срок – это три года. До того момента, когда женщина отдала ребеночка в сад и пошла работать. То есть до трех лет мама может жить у вас, находиться? Ну, это если очереди нет. А сколько таких мам все-таки? Ну, вот за шесть лет работы у нас было около 32 мамы с детьми. Я знаю, что есть еще приют «Счастливый малыш» у нас в Минске. Там тоже около такая же цифра матерей была. Поэтому я сегодня проэкламировала два приюта – «Матуля» и «Счастливый малыш». Так что если женщина оказалась в такой ситуации, что ей некуда идти, ее надо подхватить, пожалуйста, ищите нас в сетях, ищите наши телефоны, обращайтесь. Ну, наверняка можете дать и советы какие-то женщинам, вот как все-таки построить хорошую, достойную семью, в которой не будет возникать таких ситуаций. Что в первую очередь? Или вот как в первую очередь мамам воспитывать, да, дочерей, сыновей, что нужно сделать, что прививать? Очень важно, чтобы наши женщины научились себя уважать, ценить себя и своего ребенка, как наследника своего рода, наследника ее ДНК, носителя. И своего мужчину или партнера воспринимали тоже очень уважительно. Не просто человека на час, который поможет там заткнуть какие-то бреши психологические или там материальных проблемах ее, а как человека достойного того, чтобы от него родить ребенка, а не убивать его малыша просто потому, что он тебе не понравился. Или это какой-то случайный мужчина в твоей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok